Президентам определены сохранение существующих принципов земельных отношений в стране, обеспечение в дальнейшем их. То есть это то, что касается полномочий президента, государственная собственность и решение президента на сельхоз земли, пашни и лес. Все остальное должно быть отдано в полномочии местным органам власти по соответствующим территориям и по соответствующим целям. Президентам поручено еще раз вернуться к обсуждению основных новаций этого указа с тем, чтобы выполнить целевую задачу, поставленную президентом перед правительством в рамках совещания этого. Все предложения должны на 100% отвечать ожиданиям людей и они должны быть востребованы простым человеком, ни в коем случае не позволяя спекуляций с земельными участками в любом возможном проявлении их. Мы не вносили предложения по применению предлагаемых норм к городу Минску, областным центрам и районам, расположенных вокруг областных центров. Исходя из того, что это не та целевая территория, которая нужна для стимулирования развития их. Мы все-таки делали акцент на сельских территориях. При этом президентам было отмечено, что и на эти территории эти нормы могут распространяться по решению местных органов власти. То есть президент еще большие полномочия дал в вопросах совершенствования земельных отношений местным органам власти. Повторюсь, оставив за собой фундаментальные вопросы общественного устройства нашего государства, государственной собственности на сельхозубодии и лесные массивы. Что это за новации? Они на самом деле достаточно простые, но они выстраданные. Это, во-первых, размер участков сельских населенных пунктов. Сегодня это до 25 соток. Правительство предлагало до гектара. Президент предложил не ограничиваться гектаром, а при необходимости выделять и больше для обслуживания жилого дома. Второй момент. Это целевое использование участков, к которому также предлагается более гибкий, более вариативный подход, включая трансформацию из лично-подсобного хозяйства в территорию для обслуживания жилого дома и наоборот. Третий момент. Возможность дробления участков. Много примеров того, когда отец хочет построить рядом с сыном или наоборот сын хочет построить дом рядом с отцом. Фактически на данный момент это сделать достаточно сложно. Незначительные, казалось бы, вопросы, но они ожидаемы людьми. Это садоводческие товарищества, когда для того, чтобы изменить границу, нужно изменить проект. Сегодня мы предложили по факту оформлять границы участков в садоводческих товариществах, которые на данный момент по факту до принятия нормативно-правых актов, изменяющих условия земельных отношений, существуют. Самоволка так называемая. При этом правительство предложило четко ограничить самовольное занятие земельного участка, то есть захват его фактически, то есть строительство не на выделенном земельном участке, и нарушение границ выделенного земельного участка. Вот то, что касается нарушения границ выделенного участка, это такие самые распространенные случаи, которые вызывают много нареканий у граждан по отношению к тому, что они нерешаемые в контексте существующего законодательства. Правительство предложило узаконить их по факту, в случае, если это не более 10% превышения от существующей территории участка. Президентам предложено не ограничиваться 10%, а исходить из существующей ситуации по решению местных органов власти, если, конечно, это не нарушает градостроительные нормы и не залезает на чужую территорию. Вероятнее всего, мы еще раз внимательно поизучаем, внимательно экстраполируем эти нормы на реальную ситуацию в реальных районах с тем, чтобы обеспечить выполнение поручения президента. Повторю еще раз, то есть это действительно должны быть ожидаемыми людьми, это должно быть воспринимаемо положительно, и мы не должны допустить возможных спекуляций с земельными участками. Вероятнее всего, это будет имплементировано в земельном кодексе.